События сентября. 1 сентября, в День знаний, уже традиционно студенты Новосибирского государственного художественного училища встретились в музее Николая Константиновича Рериха. Первокурсников поздравили с началом нового учебного года и началом нового этапа в их жизни. И здесь, в этом зале, им вручили студенческие билеты. 15 сентября в Новосибирске завершился открытый межрегиональный конкурс «Книга года. Сибирь. Евразия-2023». По итогам конкурса издательскому центру Сибро «Росазия» вручен диплом лауреата интернет-голосования в номинации «Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного сотрудничества» за книгу «Экспедиция Николая Константиновича Рериха в Центральную Азию и «Великие кочевые империи. Избранные статьи», в которую вошли работы ученого-востыковеда Юрия Николаевича Рериха. Также мы получили благодарственные письма, адресованные коллективу сотрудников издательского центра Сибро «Росазия» и руководителю издательского центра Сергею Александровичу Деменко. 22 сентября наш город посетили кадеты из средней общеобразовательной школы номер 99 города Новокузнецка. Преподавателями была организована поездка трех кадетских классов, чтобы ребята смогли увидеть стендовую выставку «Свет побеждает тьму» и посетить наш музей, а также для знакомства с достопримечательностями Новосибирска и посещения отдела погранслужбы. В нашем музее прошла торжественная встреча с ребятами. Кадеты заступили в почетный караул у колокола мира, возложили цветы к портретам павших воинов, звучали стихи, посвященные России, и далее для них была проведена экскурсия по залам музея.